У каждого человека на самом деле, у каждого из нас эти таланты заложены изначально. Повышая свои вибрации, повышая свою осознанность, у нас открывается вот этот третий глаз, открывается ясновидение, связь с Богом, со Вселенной. То есть это одно из предназначений каждого человека, который сюда приходит. Юлия, здравствуйте! В этом видео я бы хотела узнать вашу точку зрения на то, как всё-таки развить ясновидение, яснознание и интуицию, и возможно ли это. Анастасия, добрый день! Друзья, добрый день! Вы знаете, хочу рассказать сначала про себя, как я начинала работу, своё духовное развитие, работу над собой. То есть я думала, что это даётся человеку от природы, и что развить это невозможно, и что у меня вообще нет таких талантов и способностей, но мне всегда очень хотелось и ясно понимать, и что-то видеть, и видеть ауру человека. То есть у меня прям всегда было такое желание, и я уже давно-давно читала книжки про это. И вы знаете, когда начала работать с собой, начала работать со своим подсознанием, начала работать с энергиями, оказалось, что это всё возможно. И у каждого человека на самом деле, у каждого из нас эти таланты заложены изначально. То есть у каждого человека, кто живёт сейчас на Земле, есть способности к ясновидению, есть способности к яснопониманию, к ясночувствованию, к яснослышанию. У кого-то в каком-то направлении побольше, где-то поменьше, но любое направление можно развить. От чего это зависит? Вот как я говорила уже в прошлых видео, мы должны повышать свои вибрации, должны удерживать эти вибрации у себя, потому что вибрации Земли растут, и наш эпифис, или наша шишковидная железа, она отвечает за нашу интуицию, она отвечает, это третий глаз, как говорится, то есть это и сновидение. И если повысить свои вибрации, если синхронизироваться с вибрациями Земли, то автоматически у нас открываются все способности, к которым мы предрасположены, и которые в нас заложены на самом деле, вот в физическом человеке каждого из нас заложены эти способности. То есть повышая свои вибрации, повышая свою осознанность, у нас открывается вот этот третий глаз, открывается ясновидение, мы начинаем лучше что-то чувствовать, у нас интуиция просыпается, то есть мы сразу понимаем, что происходит, и к чему это может привести. У людей открываются способности, они начинают сны вещи видеть, у многих из нас это есть, многие могут этим похвастаться, но если это осознанно к этому подойти, если немножечко этого человека подтолкнуть, помочь ему, то это приведет к очень хорошим и серьезным таким раскрытиям его талантов, потому что вот эти вот все таланты наши практически у всех есть. У кого-то руки теплеют, у кого-то там бабушки лечили руками, у кого-то травницы были, то есть у нас вот это вот все есть, мы должны только немножечко себя подготовить и начать действовать в этом направлении. Что нужно делать? Нужно посмотреть, к чему у вас есть способности, то есть возможно вам хочется помогать людям, значит у вас есть какие-то целительские способности, это однозначно. Когда нам хочется помогать людям, когда мы хотим кого-то спасти срочно, то есть это значит целительство, и по-другому мы не умеем. Если вы очень хорошо логически мыслите и очень хорошо можете работать с подсознанием, очень хорошо углубляетесь в себя, что-то внутри себя видите, то есть у вас есть ясно понимание, то есть вы можете задавать вопросы, и ответы сразу в голове могут приходить. То есть нужно развивать свои таланты. В детстве, может быть, это не разглядели родители, но и тогда и не принято это было. А сейчас вполне можно определить, к чему у нас есть способность, и эту способность начинать развивать. Ясно понимание, ясно чувствование, ясновидение. То есть это все очень просто на самом деле. Я работаю с людьми, и я обучаю этому людей, и не было еще ни одного человека, чтобы мы не смогли вот это вот что-то развить. Когда мы, допустим, делаем медитацию, одни люди видят очень хорошо, у них прям образами идет, представляют. То есть у этих людей ясновидение точно будет очень быстро и хорошо развиваться. Если человек не видит ничего, допустим, в медитациях, в каких-то практиках, но он чувствует или понимает, или знает, то есть у него другое направление. Получается яснознание, то есть это направление можно развивать. То есть нужно вслушаться в себя. Вот вы посмотрите, подумайте, как у вас приходит информация, чем вы слышите, вы слышите какие-то предвестники каких-то событий, как вы это понимаете. То есть, возможно, вы во сне это видите, возможно, просто в голове у вас рождается мысль, возможно, вы каким-то образом визуализируете. И в этом направлении нужно двигаться. Это и нужно в себе развивать. Анастасия, вот как вы думаете, какой талант вам нужно развивать в себе, что у вас больше всего развито? Я все-таки склоняюсь к целительству, потому что у меня очень, скажем так, ярко выраженное удовольствие я получаю, наслаждение тогда, когда я являюсь вкладом для людей. И у меня и у бабушки, то есть они тоже то, что вы говорили о том, что они исцеляют руками, то есть в моменте мне на многих практиках и техниках мне тоже говорили, что руки через руки, через руки будут идти. То есть нужно идти и действовать. И это действительно то, что меня наполняет. То есть наоборот, я трачу большое количество и физической энергии, и энергетически я тоже вкладываюсь, но тем не менее это меня наполняет. Ну просто я могу быть бесил физически, но в таком драйве и понимать, что ну да, это то, что нужно, скажем так. Да, вот каждый человек должен вслушаться в себя и понять, что ему приятно, чего он получает удовольствие. Это и есть направление, в котором нужно работать. А потом в последующем можно исследующие какие-то таланты и способности раскрыть, открыть и развить, чтобы помогать себе, людям и всей Вселенной, этой Земле, на которой мы живём. То есть не просто же так мы все сюда пришли. То есть первое, что нужно сделать, это успокоиться с помощью дыхательной практики, которую вы давали в предыдущих видео, для того, чтобы центрироваться, прийти к себе. И затем всё-таки… Да, нужно ещё опуститься сознанием в сердце, то есть через сердце, когда мы думаем, тогда мы точно приходят нужные ответы, которые именно идут из подсознания. Какие вопросы лучше всего задавать? К чему у меня есть способности вспомнить, чего мне больше нравится делать, от чего я получаю удовольствие. Это и есть моё направление и одно из предназначений в моей жизни, которые я должен развивать. Потому что предназначений у нас на самом деле большое количество. Для чего мы сюда пришли? И вот открытие своих талантов, способностей, развитие своей духовности, поднятие своих вибраций, связь с Богом со Вселенной. То есть это одно из предназначений каждого человека, который сюда приходит. Мы все созданы по образу и подобию Бога. И мы все можем быть богами на этой земле. Но нам много веков подряд внушали, что счастье мы должны выстрадать, что детей, здоровье, деньги, красоту, удачу мы должны выстрадать, что мы должны страдать, что мы должны жить без счастья. И мы привыкли так жить. Мы привыкли жить по этим шаблонам. Я приглашаю вас на тренинг «Подними свои вибрации до уровня Бог», где мы будем учиться становиться высоковибрационными духовными существами. Будем учиться становиться богами здесь, на земле. И изменения в вашей жизни начнутся сразу во время тренинга. Изменения будут в лучшую сторону. Приходите, я вас жду. Редактор субтитров А.Семкин